Здравствуйте, дорогие мои! Это Заметкин Мизмата, и я Сергей Юрьевич. Темой нашего сегодняшнего разговора будут «Золотые монеты времен правления Николая II». По предыдущим публикациям мы поняли, что возникло много вопросов, и в этот раз мы будем рады на них ответить. Итак, у меня в гостях Дмитрий Юрьевич, который готов ответить на все вопросы, которые возникли из предыдущих роликов. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич! Здравствуйте, Сергей Юрьевич! С удовольствием отвечу на вопросы. Добрый день, дорогие зрители! Здравствуйте еще раз! И сегодня мы с вами поговорим про золотые монеты, в первую очередь номиналом 5 рублей. Именно с тем, наверное, связано это, что в предыдущих роликах больше рассказывалось о вариантах 10-рублевых монет, но 5-рублевые не менее интересны. Называть их правильно, наверное, нужно полуимпериалы, в то время как 10-рублевые монеты империалы, ну а распространенное и ходящее выражение червонец неверно, и об этом, конечно, мы позже еще с вами поговорим. Итак, мы с вами знаем, что 5-рублевые монеты выпускались даже несколько дольше, чем 10-рублевые, и первые золотые монеты номиналом 5 рублей Николая II у нас датируются 1897 годом, последние — 1911. Из-за небольшого размера 5-рублевые монеты иногда кажутся почти одинаковыми, и многие коллекционеры собирают их по простейшим признакам, к тому же описанным у разных авторов. Год, дата указанная на монете и знак Минцмейстера, тем более, что и в этом смысле отличий не очень много, и у нас есть лишь два года, где знак Минцмейстера дублируется. В 1999 году есть монеты с знаком Минцмейстера ФЗ Феликс-Залеман и ЭБ или Кумба-Баянс. И в 1901 году встречаются монеты как ФЗ Феликс-Залеман, так и новый знак АР Александр-Редько. Оказалось бы, все просто, но на самом деле, конечно же, не просто, как и вообще в теме золотых монет Николая II. Гигантские тиражи, то же самое, что и с 10-рублевыми монетами, разные варианты портретов, которые встречаются немножечко в перемешку в разных годах. И вот в данном случае сегодня я специально вам представил всего лишь 6 монет, относящихся к так называемому раннему типу, иногда даже о них говорят, простых годов, с 1897 по 1900, так как уже монеты, начиная с 1901 года, выпускались тиражами все меньше, меньше и меньше, и, соответственно, для многих коллекционеров считаются более ценными, интересными и непростыми. А вот в ранних годах целая череда портретов. И вот в данном случае поочередно лежат монеты с первым портретом, который встречается массово в 1897 году и очень изредка в 1898 году. Самым массовым в 1898 году встречаются монеты с вторым портретом с этого года и начинающиеся. Но в том же 1898 году появляется у нас, как и в 1897, еще и монеты «Большая голова». Причем двух типов, так называемые четвертой и шестой портреты, они здесь представлены. И, наконец, в 1899 году, кроме «Большой головы» с портретом четвертого типа, встречается еще, хоть и крайне редко, монета, о которой мы с вами уже раньше говорили, пятирублевая монета с поздним портретом. Ну и, в конце концов, в 1900 году опять же идет переход на новый тип портрета, который встречается уже в 1900, в 1901 и в 1902 году. Так что, видите, здесь представлены лишь разные варианты портретов, шесть портретов, встречающихся в этих так называемых простых годах. И это уже не считая того, что в каждом году их по нескольку. Так что разнообразие их очень большое, собирать и собирать.